Коваленко Сергей, инженер, новый человек, творение небесных родителей Инженер человеческих душ получается Хочу дополнить девушку нашу Любовь лежит в основе отношений, а не секс Любовь А любовь что это такое? Это Пушкин сказал, помните? Безумство мудрое оно Это любовь То есть это сердце Ну а Пушкин сам-то в горничную-то бегал вроде бы Ну так это Это секс Это секс Так, ну хорошо Пушкин это лопат Вот грусты нашей темы Новый человек Вот диктовку я предлагаю прослушать Так, ну слушаем Да, ваше сообщение Что новый человек Твое творение не Ой, только вот Это все Ютуб банит Я вам говорю Не, не, это Ну как пускай Ваш ролик, он не, не, его банит Его просто не пускают И, кстати, канал тоже Вот на канал Ну ладно Сами послушаем Ну как сами послушаем Ну не надо Ну я же вам сказал Чужая музыка, авторские права Нет, это Ну своими словами скажите Дождите, ну права у нас на это есть Ну зачем Ну нет у вас прав Потому что Ютуб говорит А автор нам разрешил Так автор Ну а Ютуб-то не в курсе Так, ребят Ну что мы с вами спорим Ну вы давайте нормальный доклад Доклад давайте Без музыки А? Без музыки Нет, это не музыка, ребят Ну просто это, во-первых, и канал страдает И зачем это Здравствуйте Так, вы готовьтесь Да 30-й, 11-й, 96-й Доброе утро, дети мои Наверное, вас в эти дни сопровождают и радость, и печаль Но печальиться не надо Ничто не уйдет от вас, если вы не захотите Устремиться, захотеть И вы преодолеете всю предварь, стоящую не только в физическом мире, но и в тонком Сестра Клай обратила внимание Какой силы и напряженности Достиграют фиолетовые угланы здесь, в уменявстве, в пещере символов Фиолетовые угланы под большим напором продается на землю И работает в каждом уголке земли На каждой единице ее площади Что можно сказать еще на крещере? Вам все сказано Вы получили все русские наставления Пожалуй, я вам расскажу о вашем недалеком будущем Вы увидите измененную тему Новую, восстанавливающую Растения, которых вы не видели раньше Животных, убертвовенных, обладающих речью Летать способны уходить и только вы, люди Вы можете резвиться в воздухе вместе с птицами Которые тоже будут ручные И не будут бояться людей Прекрасные, светящиеся, сверкающие тела вы увидите, дорогие мои Вы будете работать в прекрасных и совершенных зданиях Которые будут построены не совсем обычным путем Возвышенные сознания будут создавать совершенные формы Это будет тоже физический мир, но совсем-совсем другой, чем сейчас И кругом будет свет Нет, надо цветь Все будет светиться своим собственным, присущим нему светом И сразу будут видны мысли людей Никакая мысль не откроется от окружающих Поэтому уже сейчас Остерляйте свое сознание Пусть ни одной темной мысли не останется в заколоках вашей памяти Поэтому сейчас воспитывайте в себе Долготерпение Не выплескивайте отрицательные эмоции друг на друга А если вы ошиблись Так лучше ошибиться в другую сторону Говорите друг другу комплименты А ошибки, отрицательные поступки, негативные эмоции Старайтесь простить брату Потому Всегда святыми были блаженные люди Будьте вы блаженны, дорогие мои Нужно быть воином Это так Аспект воин у вас всех развит За исключением может быть сестра М Ну и посмотрите, какая она любящая Как она способна прощать Пропрощает и борется за своего благоверного Который снова желает обратить ее в рабство Не будьте голым трагматиком И помните, что доминирующим качествами у всех людей Земли По примеру, у вас должна быть любовь и мудрость Развить вору сложно, не спорю Но значительно легче, чем любовь и мудрость Сибирские планы должны быть выровнены у вас Читайте, размышляйте, анализируйте И в вашем сердце вырастет прекрасный цветок Чтобы вы смогли достойно вступить в новую прекрасную полку Трудитесь, дорогие мои, над собой Укрощайте самость, дар дыню Развивайте любовь Без любви все стыльные качества Здесь говорится о том, что Земля наша сначала была спасена И сейчас работа идет по спасению человечества Спасению каждого человека Земли Но все зависит от нас Насколько мы будем добры друг к другу Любящие, сердечные Насколько мы будем прощать друг друга Уважать друг друга Почитать Бога Почитать святых ангелов И весь тот высший тонкий мир Который сейчас стоит на страже нашей жизни На планете Ибо темные силы не спят Их задача разрушить нашу планету Ибо питаются они энергией разрушения И самое главное питание темных сил Это души человеческие Которые они очень хотят заиметь И питаться этой энергией А это для них основное питание Они много Тысячелетий это делали Возбуждая войны Порождая ненависть Среди людей Унижая женщину Сейчас наступила эра Водолея Это эра женщины Это эра милосердия Вот Сестра нам говорила о том Что Женская Сейчас будет преобладать Да, она будет преобладать Но в каждом человеке Эти энергии должны быть в равновесии У нас же две половины мозга Она мужская и женская Если они в равновесии Человек гармоничен Он живет гармонично Он не принесет никому вреда Его мысли чисты Вот Иисус Вот он обладал этими качествами И он пронес их через всю свою жизнь И отдал эту жизнь Свою человеческую Отдал Для чего? Это как пример нам людям Насколько Человек должен верить Богу Он говорил Не я, а отец И отец был с ним И мать его была с ним Тогда, когда его распинали На планете На нашей, на земле Но он воскрес Как воскрес? Вот в живой этике написано Там в Шамбале совещались О том Какое тело дать Иисусу После его воскрешения Решили, что тело будет электронное Оно состояло Вот почему он сказал Ученикам не подходите ко мне Когда он к ним явился В этом тонком теле Потому что энергетика огромная И он Какое-то время Они должны были Ассимилировать эту энергию Которая от него исходила Ну продолжим дальше Какие будут Какие будут люди Еще немножко добавлю Что вот эти диктовки Это вот первая книга Исход она называется Эта диктовка была из первой книги Владыки Кто был? Читаю первые диктовки на финале Это Владыка Ракуши Великий божественный направитель Иисус Эль Мория Ну и вы, наверное, многие их знаете Сен-Жермен Кутхуми Многие-многие владыки Которые остались на земле И которые, как они говорили В кровавом поту Стояли и удерживали землю От разрушения Потому что надо было спасать Все время души людей И тела Сейчас задача такая Господь, Отец Поставил такую задачу Спасти как можно больше душ И тела людей Вначале было Иисус принес на землю энергии И были спасены им Одна треть душ И сейчас была поставлена задача Вначале спасти одну треть душ Потом этот процесс стал нарастать Осознавание людей Вот этих происходящих процессов Которые происходят на земле Стало углубляться И количество людей Которые будут спасены Оно увеличивается Оно уже больше двух третий почти Как бы увидели На тонком плане людей Господь сказал так Счастливый будет тот человек Который в этом физическом теле Совершит переход на новую землю Новая земля построена Новые тела для человека созданы Задача наша Устремиться так Чтобы отработать в себе Все негативные качества Отказаться от них От злости От ненависти От раздражения От неприятия друг друга Вот видим это здесь У нас в зале Что мы друг друга не принимаем Почему не принимаем Мы друг друга А потому что у меня Мысли совсем другие в голове Чем у этого человека А ведь мы все в Боге Получается Один атом в теле Спорит с другим Кто из него лучше Кто из него умнее И там выше Получается так Но Исправляя эти ошибки Мы будем двигаться По этому пути Вот смотрите Что говорят Нам о том Какие тела будут у людей Значит во первых Созданы тонкие тела Для человека Раньше было Вот в этой Во всякой Эзотерической литературе Такая информация О семи телах человека Сейчас эти тела Соединяются И практически остаются Тонкие Физическое тело И три тонких тела Тело души Тело духа И тело сознания человека И вот на основе этих тел Будет строиться Новое физическое тело Но опять же При устремлении человека К тому Чтобы стать лучше Не будем мы стремиться К этому Значит Наше развитие Человек будет деградировать Вот сейчас что происходит На планете Почему ковид рушит Иммунную систему человека И пробуждает все эти болезни Если у человека Аура Цельная Он чист А ковид действует На уровне поля Он в тело человека В поле даже не войдет В ауру человека Не войдет И не начнет рушить Если у человека Человек мыслит негативно Он притягивает все эти энергии В том числе и ковид И начинается рушиться тело Начинается Почему где болит Там где энергии не проходят Не проходят энергии В коленке В голове Где угодно Вот врач говорил о раке Когда клетки с ума сходят Да Когда человек все время говорит Я хочу Я хочу Я хочу Мне надо 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 И его клетки начинают Требы пожирать Все остальное Внутри вот эти клетки С ума сошедшие Начинают пожирать Физическое тело человека Вот что происходит Ну хорошо Давайте о будущем Вот Прочитай короткую выдержку Короткую выдержку О новых телах Какие они будут Я тоже как-то Не очень-то это было Понятно Читать Главное отличие от старых тел В увеличивающемся объеме мозга В новом теле будут С одинаковым КПД Работать обе половины мозга Вот же мужская и женская Шишковидная железа увеличится И также будет работать В новом режиме Откроются новые центры По перемещению И ориентации тела в пространстве Вот о диктовках говорилось В диктовках Что летать будет человек Вот эти новые центры Как вот гироскоп Комните Вот космонавтов То есть вот Этот вот Вестибулярный аппарат Может быть Будет Более мощно работать И понятно человеку Легкие будут отсутствовать Как и кишечник И печень За ненадобностью Человек в прямом виде Будет питаться праной Через телезенку Воду пить человек будет Следовательно Будут почки И мочеточники Воспроизводящие органы Также сохранятся Селезенка Теперь Один Одна Один Нет Селезенка Она и сейчас принимает Тонкие энергии Кроме Да Она и сейчас принимает Но Не в той степени Как это Вот смотрите Как Те же рисунки Да Ваши Замечательные Авторские рисунки Пятый глаз Четвертый Третий ухо Кристалл Вот смотрите Как будет работать Творческий Творческий Новый человек От богини И бога Идет Золотая энергия Открываются Центры в ушах Открывается Интуитивный глаз И все эти энергии Собираются Голубой кристалл В центре головы От этого кристалла Энергии Уступают В третий глаз Создается Пирамида Сознания Не пирамида А именно Пирамида И из которой Лазерный луч Идет в тот объект На который Человек Направляет Внимание И человек Уже понимает Ну его Может быть Это его творение Может быть Это его мысль Может быть Это там Вот указка Которую Он хочет создать То есть И начинается Процесс творения Мыслью Помните Это уже давно Известно Что все Все происходит Из света Все сделано Из света Наши тела Сделаны Из света Сгущенный свет Это наши тела Правда Они искажены Одним Грехом 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 Да Ну и У нас же Отрезали Десять Цепочек ДНК Было Двенадцать Осталось Две То есть Воспроводили Воспроизводство И питание Вот и все Больше ничего А связь с космосом Все эти Огромные энергии Информации Которая Шла к человеку Богу Как его творение Она была Отрезана Кем Вот этим Старшим Сыном Бога Люцифером Которого К счастью Нам сейчас Новый канал Предложили Да Он их отрезал Подключение Через нейро Этрофейс К интернету Ну Это Опять Его Разработки Ребята Эти Чипы Вот сюда Что это Да На прямой Связи Это все Засуну Голубу И мы будем Да Вот это все Разработки Этого Старшего Сына Бога Которого Бога Так Чего У них Уже Без Бога Как бы ФМРТ Засовывают Ну Что такое ФМРТ Ребят Функциональный Магнитный Томограф Еще один Рисунок Я покажу И на этом Я на этом Сокрою Какая труба Туда Засовывают Понятно Но это все Картинку Которую Он видит И он начинает Александр Ну мы это знаем Но это Очень опасно Для человека Все эти Томографы Очень Все в трубу Видим Наоборот Реализуются И ты их Видишь На картинке Затем Тело Ноги После очищения Головы Идет очищение Позвоночника В духовном Сердце Происходят Таинственные Изменения И превращение Позволяющие Человеку Осознать Что такое Единая Религия Все эти Процессы Будут сопровождаться Давлением На голову Энергии Богини и Бога Очищение Будет сопровождаться Стрессами Человеку Надо будет Проявлять Большую Выдержку Чтобы справиться С испытаниями Которые могут Сопровождать Процессы Очищения Только после этого Человек Сможет обладать Космическим Сознанием Но К счастью Этот эксперимент Он По идее Должен был Закончиться Вот одной Этой книгой Сейчас уже Книг Больше Шестидесяти И процесс Изменения Идет Идет И чем дальше Тем легче Человеку Будет преодолевать Все это Но При устремлении Стать хорошим Человеком Что нужно Чтобы адаптироваться К изменениям Ну Во-первых Устремление Во-вторых Ну Питание Конечно Вот Врачи Многие Говорят Тут у нас Наш Физкультурный Врач Тоже Говорил Что Питание Очень Важно Кто Кто Говорил Ну Кто Вот Помните Этот Я забыл Как его Завод Яник Батон Вот Вот Он Очень Много Питания Говорит Тогда Надо В первую Очередь Кишечник Чистить А не Питание Ну Ребята Все происходит Из головы Помните Есть такая Есть такое Из головы Очищем Кишечник Слушайте Что Есть Есть Такое Правило Следи За своими Мыслями Из них Рождаются Твои Слова Следи За словами Из них Рождаются Твои Поступки Следи До Поступками Из Поступков Рождаются Твой Характер Как Будь Хозяином Своего Характера А он Начинается Отсюда Из головы Но Правильные Мысли Порождают Неправильную Еду А надо Прану Тянуть Селезенка Из Пространства А мы Кусок Говядины Засовываем Себе А это Угольное Свининое Но Мысли Рождаются В любви Здесь Компьютер Ребят Мысли Рождаются В сердце Сейчас Я Еще Один Последний Последний Рисунок Извиняюсь Сейчас Я ее Покажу И на этом Заканчиваются Две Картинки Это Мы уже Видели Картинку Давайте Один Момент Вот Смотрите Как Происходит Связь Человека С Богом И Как Человек Начинает Понимать Правильно Ли Он В жизни Действует По Божески Или Нет Из Шара Психической Энергии Куда Поступает Информация От Бога Это Каждый Человек Так Может Работать Энергии Идут Через Эмоциональное Сердце Оно Вот Здесь Написано Да Видите Оно Слева У нас Вернее С правой Стороны Через Духовное Сердце Физическое Сердце И Оттуда Эта Информация Поднимается В голову Голова Обрабатывает Вот эти Центры Которые Я Показывал Вот В первом Они Обрабатывают Эту Информацию Если Человек Все Правильно Понял И Осознал Тогда Энергия Возвращается Обратно К Богу С той информацией Что человек Понял И Будет Действовать Верно И Человек Остается Гармоничным И Спокойным И Понимает Свою Задачу И Знает Куда Ему И Что Ему Делать Если Этого Не Происходит И Человек Неправильно Понял Начинает Колотить Физическое Сердце Тогда Человек Обратите Внимание У вас Не Бывало Такого Вы Куда И И Вдруг Не Туда Мы Идем Не Туда Или Думаем Не Так Или Что То Еще Вот Так Вы Нам Все Таки Вот Эту Эзотерическую Анатомию Расскажете Вообще Это Любопытно Да Ну Она Конкретно Не Описана Ну Вот Вы Показываете Эзотерическую Анатомию Нет Я Понимаю Нет Конкретно Целый Докват Делать Вот Именно На Те Да А то Как Вы Музыка Ну Вот Как Чтобы Было Понятно Раз Два Три Ну Нет Не Сейчас А Вот Это Шар Психической Энергии Есть Мой Френд Да Ты Показывай Это Наглядный Показывай Как Вот С ним Работать Ну Слушай А Над Ним Еще Четыре Чака То Есть У Человек Как Володя Не Согласен Но У Человек Тринадцать Чакр Так Ну Ладно Давайте Мы На Этому Заканчиваем Песню Будем Петь Песню Нет Времени У нас Песню Петь Песня Хорошо Мы Ее Мысленно Спели Побыстрому Так Чечечек Пять Минут Люди Простой Не Ну Вы Ставьте Они Из Другого Города Сейчас Три Минутки Да Давайте Три Минутки Не 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 Вот 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 Иван Васильевич Вот Нет Сейчас Мы Послушаем Три Минуточки А где Вы Записаны На Обратной Стороне На Обратной Стороне А Вот Вот На Другой Нет Нет Она Не Записана Нет Вы Пока Только Не Аккуратненько Там Понятно Дев Так Друзья Мы Немножко В цейтноте Находимся Потому Что Кое Кто Съел Наше Время Кого На Кого На Микель Не На Вас Конечно Вы Еще Не Не Съели Ничего Я Я Уже Чувствую Я Будешь Почему Уже Нет Кое Кто Борис Сидел Что Нас Обвинял Что Мы Так Ага Надежда Готовы Подходите Ближе Обе Обе Красивые Девушки Подходите Ближе Мы Боги Да Боги Но А Богема Богини Мы Богини Богира Богини Богиры Боги Богини У нас На Боги Боги Мы Богини Богини Да Сейчас Андрей Все 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 Успеем Все Поехали